Самозапись В условиях инертной бескислородной атмосферы из древесины выделяются монооксид и диоксид углерода Основные составляющие древесины, целлюлоза, гемицеллюлозы, экстрактивные вещества и лингин Лингин образуется и существует при температуре не превышающей 20-500 градусов по Цельсию Поскольку температура термомодификации превышает 1000 градусов по Цельсию Эти составные части лингоуглеродной матрицы неизбежно должны трансформироваться в более термоустойчивое состояние В результате длительного гидротермического воздействия гемицеллюлоза разлагается на реактивные молекулы меньшего размера Однако не снижает прочность древесины напротив Разрыв цепочки гемицеллюлозы улучшает устойчивость древесины к сжатию, уменьшает внутреннее напряжение Также считается, что лигнин преобразуется в реактивные молекулы другого типа Это способствует изменению клеточной структуры древесины Структура целлюлозы при этом сохраняется неизменной В процессе термообработки происходит разложение углеродистой части и снижается содержание влаги в древесине Что в свою очередь увеличивает повышение устойчивости древесины к гниению В обычных условиях именно углеводная часть является питательной средой для микроорганизмов В общем, короче, сварил лес за 7-8 часов и он у тебя как бы навсегда Крепче он на молекулярном уровне, потому что он там в бескослородном состоянии происходит Подвержение большому, как говорится, температурному напряжению Не, фишка в том, что я понял, просто вот серьезно, это прикольно Просто при наличии кислорода это дерево просто сгорело А поскольку кислорода нет, как бы процесс горения не запускается Оно просто трансформируется в другое термоустойчивое состояние Да, и по сути становится другим материалом, при этом заставаясь деревом Из него уходит вся питательная среда для бактерий Бактерии там больше не живут Что еще? Ну и, короче, куча всего Ну вообще, пластиковый дом Так что это не просто сварил дерево и все там, вот, сваренное дерево Это, блин, измененная структура с фактурой